...команках, о командах, как их извлекать, что они означают. Потому что существует на самом деле в сети интернета достаточно много обучалок, так называемых. В основном они все на английском языке, и ребята, которые начинают учиться манить, не совсем понимают, как извлекать правильно звуки, что эти звуки означают. Соответственно, хотел бы немножечко на этом остановиться, чтобы доступно и понятно было для многих охотников, как это все делается. Начать хотел бы с базовых звуков, которые извлекаются утиным манком. Основной звук, который вам будет нужен для охоты, это так называемый простейший кряк. То, что делает утка, соответственно, звук, познавание, местоположение, ориентировка в пространстве. То есть на охоте, кто бывал, часто слышат, как утки перекрякиваются друг с другом. Звук делается следующим образом. Лично я его делаю, я перепробовал много звуков разных. И я вам расскажу про самые простые, которые мне больше всего нравятся в плане простоты извлечения. Я этот звук произношу, слово в манок произносится куак. Как вот куакает лягушка, да, вот куак, куак, куак. Вот в обратную сторону манка примерно это выглядит следующим образом. Соответственно, в манок звук будет звучать вот так. Далее, что вам понадобится из самых базовых простых звуков, это связки, так называемые. Это тот же самый кряк, одиночный, только он звучит либо подряд, дважды, либо связочка идет из четырех звуков, достаточно распространенная у утки. Вот на мой взгляд, я вот не слышал, как утка крякает три раза, хотя достаточно много времени провожу как бы на воде. Я вот почему-то слышу чаще всего, либо идут одиночные кряки, либо парная связка, либо четыре звука подряд. Соответственно, парные звуки будут звучать вот так. То же самое в манок делаем куак, 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 куак. Ну и, соответственно, четыре сигнала подряд идут. То же самое, только четверочку даем. Ну, вот этот звук, если вы освоите его, вам, в принципе, уже достаточно для охоты будет и сто процентов вы не останетесь без трофея, потому что это основной звук, который, в общем-то, основные все переговоры ведутся и подманивание ведется именно этим звуком. Существуют также и продвинутые звуки, синтетические разные звуки. Ну, соответственно, вот этот базовый звук позволит вам охотиться уже. Значит, ну, если разговаривать про звуки утины и дальше, соответственно, основным из звуков, которые также вам будут нужны, это сигнал осадки, так называемый. Сигнал осадочки что из себя представляет? Эта связочка идет из звуков, которые произносятся несколько иначе уже, да? То есть, вот если кряк мы произносим в манок куак, да? То осадку мы даем не этим звуком, а произнося в манок, тоже базовая техника произносится, кому как удобнее. Кто-то произносит кут, фут, худ, без разницы. То есть, вот звучит это вот так. То есть, если кряк мы произносим, то здесь резко, коротко. Вот. В манок звук примерно звучит следующим образом. И, соответственно, сигнал осадки. Это 4-5 звуков подряд, извлекаемых с повышенного тона, с повышенного уровня громкости, с понижением тона вниз по громкости и по частоте. Осадочка примерно будет звучать следующим образом. Вот. Вот этот сигнал осадки дается он, когда вы видите птицу, которая рядом уже, соответственно, пролетает мимо. Это приглашение подсесть к вам. То есть, эта команда означает приглашение. Значит, дальше, что в охоте из основных звуков используем, это так называемые кормовые звуки. Кормовые звуки, значит, извлекаются в манок следующим образом. Достаточно просто. Самый простой звук извлекается, как вот точку ставите. В манок это вот так. Т. Т и К коротко. Звучат звук будет вот следующим образом. Это один из видов кормовых звуков. Также присутствует кормовой звук, который произносится, ну, условно, голосом команда дается тики-тики-тики-тики. Соответственно, в манок вы будете делать примерно следующее. Звучать при этом манок будет вот так. Еще существуют кормовые звуки, которые делаются следующим образом. Коротко команды даются что-то, нечто там дидит-да-да-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Вот так. Это кормовые звуки, они все издаются в связке, то есть, понятно, они смешиваются из множества составляющих. Соответственно, овладевая каждым в отдельности, вы потом связываете все в общую как бы игру, и получается вот, что называется, кормовая болтовня. Вот. звук манок будет примерно похожий на как я говорил тык-тык-тык-тык-тык. Вот. То есть, ну, немножко по звучанию тембральному именно он будет немножко отличаться, этот звук. Будет примерно выглядеть следующим образом. То есть, в отличие от более короткого тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И кормовое, собственно говоря, звука, который мы показывали вот тики-тики-тики вот, соответственно, когда вы даете кормовую болтовню, вы все звуки эти мешаете между собой, и у вас получается нечто среднее то есть примерно вот так значит, соответственно, когда вы работаете манком на водоеме начинается, собственно говоря, если сейчас не заходить слишком далеко в синтетические разные искусственные звуки и так далее а вот именно простые звуки то, видя утку, вы даете сигнал приветствия значит, сигнал осадки приветствие дается сигнал следующим образом короткий, высокий один тон и потом с понижением ну, вот они похожи с осадкой на самом деле звуки то есть первый сигнал просто немножечко выделяется более четко и дается более громко если сама осадка дается равномерно без выделенного первого слога соответственно, вот сигнал приветствия дальше сигнал осадки перемешиваете это все с кормовой болтовней и в общем-то охотитесь значит, что еще рассмотрел бы из базовых звуков существует сигнал так называемые возвращения то есть мы сейчас с вами идем от более легких и основных звуков которые вам в первую очередь необходимы и соответственно потихонечку уходим к более продвинутым звукам которые вы будете осваивать в дальнейшем которые будут позволять вам находиться успешно но соответственно вот еще раз повторюсь самый основной базовый звук это кряк вот его надо осваивать в первую очередь значит, ну и соответственно произошла ситуация когда вы наманили стайку дали там кормовые какие-то звуки она либо подсела либо не подсела вы ее обстреляли она начинает уходить значит, есть такой сигнал возвращения сигнал возвращения разделяется в свою очередь на тоже два сигнала есть сигнал просто возвращения и есть так называемый сигнал либо плейдинг коллс либо please come back коллс то есть вернись пожалуйста чем отличаются звуки друг от друга один сигнал дается более протяжный вот он и называется умаляющий как бы вызов да, такой умаляющий а второй сигнал дается просто сигнал возвращения как бы три звука более длительной интонации то есть просьба вернуться вот один сигнал дается умаляющий дается сигнал нота первая тянется более долго то есть ну вот именно please пожалуйста вернитесь значит эта команда подается после того как утка от вас уходит абсолютно рабочая команда вот и не один раз вернуты были в общем-то утки на повторный круг и на третий круг и даже на четвертый круг возвращал этой командой значит ну вот это что называется база которая в принципе позволит вам уже действительно получать огромнейшее удовольствие находясь на водоеме общаясь с природой и охотясь на уток ну и в двух словах коснемся наверное синтетических команд которые даются на самом деле вот в моем понимании не совсем правильно говорить о том что это чистая синтетика вот есть команда такая как Экол на русском языке она звучит как Град эта команда с одной стороны синтетическая отчасти скажем так но на самом деле ее и утки делают тоже и она нечто как бы среднее между получается вот именно синтетической командой которую утка не делает в силу того что она не может просто так закричать громко как Монок да и пронзительно и звонкое приветствие вот у утки есть приветствие на самом деле команда я вам про нее говорил вот синтетическая команда она как бы уходит немножко в больший диапазон именно за счет возможности Монка и позволяет утку подтянуть с более далеких дистанций когда как бы живая утка докричаться туда на самом деле не сможет поэтому команда и признана как бы синтетической да с одной стороны что утка ее не делает но с другой стороны это рабочая команда и она абсолютно точно подтягивает уток и было достаточно случаев когда на самом деле вот сидишь как бы крякаешь никого рядом нету пару хайколов дашь потом переходишь в тихую кормежку там квачку какую-нибудь да и буквально через полторы две минуты откуда ни возьмись налетает утка вот в основном эта команда используется естественно на большой воде то есть у нас Ленинградская область это Ладога финский залив Воксовские там различные водохранилища ну либо это сильный ветер когда не докричаться тихими командами вот уже действительно работать начинаешь на полную громкость манка вот соответственно команда выглядит следующим образом вот я сейчас еще разделю синтетику от этих команд синтетическая команда в соревновательном плане да даже больше она нужна вот но она работает как порядка 10-12 сигналов подряд первый сигнал чуть более длинная амплитуда потом все идут ровно и после там 10-12 сигнала идет звук наутухание а в живой природе когда я охочусь да с маночком я делаю то же самое только не всегда я делаю там эти 10-12 команд да то есть я бывает делаю 5-6 бывает просто там штучки 3 там дам громко а потом ухожу в простые звуки то есть ну чтобы понятно было звук делается следующим образом до конца я соревновательным давить не буду звуком потому что уже легких не хватает для этого в общем-то вы видели кто интересуется данным видом спорта спортсмены стоят и выдавливают из легких воздух до конца потому что звуки надо вот 10-12 этих сигналов надо получить растянуть поэтому в общем-то сидя в кресле скажем это не так просто сделать вот ну вот эта команда она вот считается синтетической да но это 100% рабочая команда и на самом деле кто ее не использует теряют ту утку которая находится очень далеко вне зоны досягаемости вот простых вот этих вот вот соответственно как бы надо ее тоже будет по желанию выучить и вы когда будете пользоваться ей вы поймете что это нужная команда вот ну и теперь покажу отрезочек такой вот как бы сценария небольшого когда воспроизводится как бы охотничья ситуация вот то есть как я начинаю работать эта команда дается хай кол дальняя команда потом идет приветствие значит звуки осадки звуки кормовые потом сигналы возвращения и соответственно и соответственно повторно обратно возврат когда стая происходит опять переходим в кормежку будет примерно выглядеть это следующим образом а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делается он следующим образом Там на самом деле два звука подразделяются Один заканчивается на ТК И один заканчивается, ну вот я так лично делаю И звук делается на ИК То есть делается нечто вот в монок А второй звук произносится на ИК Даже с небольшим возвратом воздуха обратно диафрагмой, утаскивая язычок в несколько другую ипостасию работы Ну вот звуки примерно получаются вот следующие А на ИК звук получается вот такой И работать можно монком, получая вот такие вот звуки Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка ну на этом наверное закончу вот работайте с манком и получайте удовольствие от охоты спасибо